Приветствую всех любителей отсутствующих звуковых дорожек и не только. Это Фрост Панк и мы продолжаем. На улице холодает, Нью Лондон наглеет и мы должны как-то справляться. К сожалению, в прошлой серии все прошло не очень гладко по технической части и мои недовольства, мои слезы, мой гнев в отношении Нью Лондона не записался. Но я их ненавижу всей душой, честно говоря. Какими ублюдками? Я не знаю, как можно стать, но они стали. Благосклонность поселения. Вы оставляли контакт с другим поселением. Возможно, они смогут им помочь, если попросите. Но помните, что частые и непомерные запросы быстро сведут их к желанию помочь на нет. Эти желания изменяют благосклонность, измеряются. Чем она выше, тем чаще и существеннее поселения готовы помогать. Благосклонность снижается с каждой принятой просьбой. Они и так мне ничего не дают, эти ублюдки. Мы идем сюда. Идем сюда. Мне подсказали, что тут у нас еда будет, потому что Нью Лондон нас хватил, как бы это ни звучало, за яйца. И сдавливает с каждым днем все сильнее и сильнее. Еду они нам теперь присылают только когда мы им отправки переправляем. Так что все очень жестко. Посоветовали мне изучить эту не лесопилку, а шахту угольную, вместо вот этих угледобытчиков, которые на воде работают. Это поэффективнее. Но там нужны ядра. Вы мне пишите, что с ядрами проблем не будет. Но пока я не представляю, как, потому что мне нужно эти ядра срочно переправлять этим мразем. И, ну короче, будем смотреть. Что у нас по ресурсам? У нас вот тут еще немного угля. Я бы его собрал. Может поставить там этот? Ну просто сейчас не пришей рукав. Ради одного угля ставить туда... Как он называется, скажите мне? Пост добычи? Такое себе, такое себе. Давайте просить у Лондона что-нибудь. Эти суки. У нас средняя благосклонность. Сказали... Вы сказали. Написали мне, что надо просить постоянно у этих ублюдков помочь. Так, угля или древесина? Наверное, уголь. Мы сейчас будем печи врубать. Я же печи поставил. Нам нужно больше угля. Ухудшится, ухудшится. Хотя уголь у нас есть добыча, угля бесконечная. А вот дерево я бы запросил. Мне сказали, что дерево... Дерево, оно тем более кончится. Тут вроде нет вот это бурение этих скал. И дерево мне нужно будет. Так что давай просить. Что, средняя благосклонность? Почему бы и да? Нам нужно больше древесины. Спасибо. Сколько они мне пришлют дерева? 50? Серьезно? И как мне потом к ним относиться? Поголодать придется. Сейчас долбанет мороз, но мы старуем печки. Я надеюсь, мы справимся с этим морозом. Ладно, работаем. Плюс наши ребятки идут сюда. Эти идут сюда. И тут у нас выжившие, которых надо будет где-то разместить. Так, одна печь есть. И она работает 24 часа. Я вот думаю, может, ее не на 24 часа. Хотя нам нужен обогрев постоянный, да? Я же дома и обогревать собираюсь. Тогда вот тут мы можем... Ладно, посмотрим сейчас, как это будет работать. Когда ударит мороз, тогда и будем посмотреть. Пока, наверное, их можно выключить. У нас пока и так везде тепло. Давай их пока выключим, чтобы уголь лишний не жрать. Тут у нас что? Тут у нас еды нет, да. Тут работают люди. Здесь будет холодно. Печка эта обогреть не может. Вот эта вот печь. А у нас только обогреватель первого уровня. Надо второй уровень обогревателя учить. Потому что тут у нас основная зона для добычи ядер и всего остального. Сейчас лесопилку подучим еще. Нам, конечно, люди нужны, инженеры нужны, чтобы вторую мастерскую ставить, чтобы быстрее все изучать. Время, как обычно, не на нашей стороне. Я думаю, надо поставить склад все-таки. Если мы лес сейчас как-то... А откуда мы столько леса принесли? Мы из этих, да, его копали. Еще склад ресурсов такой дорогущий, е-мое. Это я раньше не обращал внимания, да, что он столько стоит. Когда ресурсы были, жесть. Никакого склада. Потерпим. Так, еду нам сейчас принесут. Хоть какие-то крошки, но принесут. Вот и еда. Поэтому еду мы сейчас сделаем. Больные лечатся потихоньку, но все равно болеют. Тут ребята пашут. Нам нужны ядра, нам нужны ядра, чтобы делать... Я, наверное, это было не слышно, да, это уже та часть прошлой серии, где микрофон у меня не писал. Я тогда подготовил для себя одно ядро на запас, но я вынужден был срочно отдать, чтобы мне еду прислали. Я уже хотел себе ядро зацапать, хотя бы одно, чтобы как-то продвинуться. Дальше. Тут у нас 24 часа, не пашут. Надо на ядра переключаться. Давай пока на ядра. Быстренько, нам нужны ядра. Лесопилку сейчас доучим. И надо строить лесопилку, вот этот лес весь вырубать. Уголь собирают они, да, активно. Сколько у нас от угольных куч? 80... А, только одна кучка, серьезно? Они так быстро все разгребают. Тут хорошо, сейчас уголь на печке пойдет. Болеть народу будет много очень. Новый день, новая смена, да. Работаем, ребята. Так, у нас мороз ударил. Врубаем пока вот так вот. Тут уже холодно, даже с обогревателем, жесть. Посмотрим, что это нам даст. А ничего это нам не дало, все равно холодно. Рубаем вот это дело тогда. Тут прям горячо. А если мы вырубим, давай вот так тогда, ладно. Все равно в палатках холодно. Е-мое, бараки нужны, наверное. Сюда нужно еще одну печку ставить. Иначе у нас вот люди перемерзнут. Или сейчас наскоряк надо... Наскоряк можно выучить обогревателю лучше. Ага, выучил, проверяем, ледь. Губу закати, сынок. Ничего я не выучил. Бараки. Тут не в бараках дело, у нас люди на работе мерзнут. Вот в чем проблема. Термоизоляция больниц, лазарет, кухня. Надо вот это брать. Нам нужно утепляться. Будет потом тепло, потом опять холодно. И у нас все перемерзнут к херам собачьим. Так, делаем так, значит. Строим еще одну печь тогда. Вот сюда. Ее надо включить. Это у нас сейчас все люди на больницу улетят. Тут пока никого нет. Тут можно отключить. Так, разведчики пришли, да? Природная терраса. Исследовать. Шикарный вид, многообещающий. Долина, по меркам морозных земель, выглядит уютно и прямо-таки задывает спуститься. На самой террасе ничего интересного нет. А то есть это еще не все? Твою мать, я уже думал, я пришел у нас с едой напряженка, ребята. Это серьезно? Строите, давайте быстропечку эту долбанную. Где она там? Вот. Чтоб хоть немного людям потеплее стало. Мерзнут в палатке, вот что меня пугает. Ночью болезнь не увеличится, конечно. И вот тут вот ребята мерзнут прям жутко. Еще нам надо комбинированное изучить, вот эту комбинированную добычу выучить тоже. Похоже, лондонцам придется подождать своих. Ветреный берег. Нет поселения, здесь нет. Бешеный ветер смел, часть снега и льда, подножив камни. Просто углубление в камни, созданное сильными ветрами. Потрясающе, насколько велика сила природы, что вырвалось на волю сейчас в юге. Теслаград, разбитый дредноут. Так, Теслаград, там могут быть ядра. Если там башня, это не уцелело, которая лупит. Давайте в Теслаград, там могут быть ядра. Раньше был Теслаград, ну да, значит он не уцелел. Погнали, нам ядра сейчас очень нужны. Нам вообще все нужно. Так, мы лесопилку, да, изучили. Надо ставить лесопилку, чтобы люди работали хоть сколько-нибудь человек. Уровень тепла базовый один, замечательно. Ставим ее здесь, вот эти вот остатки догрызаем дерево и потом перенесем. Нам надо три ядра сделать, чтобы два отдать, одно было у меня. Потом переключиться на сталь, добить сталь. Так, еду сделали. Все, еды пока больше нет, народ, у нас нет еды. Это ужасно. Это на самом деле стремно. Еще дерево заказал. Еще полотенечек. Лишним не будет. Ждем, ждем повышения температуры. Есть, изучили. Так. Эффективное потребление топлива. Блин, очень нужно. Нужны обогреватели. Нужны обогреватели. Ребята, вы до каких часов работаете? До восьми? Не успеете, да? На будущее, значит. Тогда не буду я вам 24-часовую ставить. Удивительно, люди перестают болеть, хотя тут у нас дубак. Там люди пашут, как проклятые. Ставим лесопилку, сюда пять человек. И увеличенную смену им. Извините, ребята, но такова жизнь. Тут холодно, да? Ничего, сейчас потеплее будет служить на следующий день буквально. Блять, нам надо отправлять ее. Нам надо отправлять материалы, а у нас их тупо нет. Так, три ядра. Переделываемся на... На сталь. Тут люди уже ушли, да, у них рабочий день закончился, понятно. Сейчас еще люди придут. 22 человека, 7 инженеров. Это хорошо, но и плохо. У меня нет еды. Так. Какая древесина, блять? А где еда? Ребята, серьезно, где еда? В долине, похоже, свой микроклимат. Здесь не так холодно. Водопад замерз, но еще совсем недавно вода свободно текла. Здесь были люди. Дальше в долине мы нашли остатки рощи, кучу пней. Кто-то вырубил лес. Обнаружены горячие ключи. Забрать дерево. Погнали. Небольшое поселение, погнали. Надеюсь, у них есть еда. Мы без еды сейчас все вымрем. К чертям собачьим. Минус 40 на улице, но сейчас должно потеплеть. Блин, инженеров можно 24 часа пустить. Я просто не вывожу. Люди, люди болеют от холода. Теслаград. Сталь, древесина, пищевые пайки. Это не то, что я хотел, но он неплохо. Здесь и правда был Теслаград. Памятник технологии человеческой гордыни и силе природы среди покоя и тишины. Город, основанный гениальным изобретателем, когда-то был под защитой электрического купола. Теперь здесь развалены. Самые ценные ресурсы исчезли еще до вьюги. Теперь по улицам шныряют только стаи голодных крыс. Сейчас, возможно, стоит обыскать место, но опасаться тут стоит только крыс. Не только крыс, тут опасно. Серьезно? Давай искать. Надеюсь, нас не убьют. Нам повезло, мы выжили. Отлично. 49, это надо домой нести. 46 пайков, это надо нести домой. Мы по еде проседаем. Мы сейчас очень долго до дома будем идти. Один день. Но нам нужно это. Потом вернемся. Иначе я тут загнусь. Так, нам дерево прислали. Эти уроды. И нам, нам нужно ставить дома. У нас сколько еще человек? 29 человек. Это нам по три дома, нам три палатки еще надо поставить. И посмотреть, где они отапливаются. Где-то вот тут, наверное. Ну, сейчас люди прибудут. Блин, а эти палатки-то не попадают. Ставим палатки здесь. Будем тогда еще один обогреватель долбить, наверное. В дальнейшем, конечно, расширим работу обогревателя. Но пока мы до туда доберемся. Мне нужна угольная шахта будет. Потому что дальше будет холодать. Надо три дома поставить. Ну, сейчас люди придут. Надо где-то жить. Так, у нас потепление. Можно будет обогреватель сейчас вырубить. Ну, вот таким образом. Блин, в домах холодно. И здесь холодно. И в кухне холодно стало. А тут у нас что санитарный пункт, он пустой. И тут холодно, да? А ну, холодно, потому что мы еще не начали смену. Посмотрим сейчас. Так, там дороги не хватает у меня. Тут дорога есть. Что там с температурой? Тепло, да? Только в домах прохладно. В дома вы только вечером придете, поэтому... Тут учим. Учим обогреватели. Так что сюда можно будет бахнуть, чтобы люди не болели. Нужны инженеры. Я, наверное, сразу сейчас поставлю еще одну эту. Еще одну мастерскую. Чего она стоит у нас? Опять стали, блин. Собака. Опять сталь. Где бы ее ткнуть, чтобы она тут не мешала? Тут я все равно ничего уже не поставлю. Давай сюда вот ее так откнем. Еще одну мастерскую. И сейчас инженеры придут, я их сразу туда загоню. Пусть работают. Груз готов к отправке. Отлично. Так, дальше добываем сталь. Один лагерь поставили. Так, тут можно немножко сбавить, наверное, людей с угля. И перекинуть их вот сюда. Еду скоро привезут эти крохи долбанные. Логасковность низкая. До средней копии мы потом заказываем. Я думаю, так будем делать. Давайте быстрее строить, сейчас люди придут. Люди пришли. До города добрались выжившие. До нашего города дошла группа выживших. Они истощены, нужна еда, врачебный уход. Блин, а сколько пришло-то, вот в чем проблема, я ж не смотрел. Часть уже, вроде все пришли. Сейчас дом построим. В больничке пусть их раскидают. Еды у нас нет, ребята, так что извините, ешьте снег. Так, есть, второй уровень. Дальше. Вот это. Хотя нет, погодите, не торопимся, не торопимся. Разведчики быстрее. Давай, разведчики. Фабрика. Протезы. Нет. Ресурсы. Паровой добытчик. Улучшенный склад. Пермоизоляция. Угольная печь. Нам вот это надо учить. Грозовые подъемники. Что это дает? Позволяет использовать грызовые подъемники. Эффективность возрастет на 15. Кук, нам все нужно. Нам нужны сани. В первую очередь сани. Давай. Разведчики должны быстрее передвигаться. Сейчас разведчиков у нас зависит. Все, у нас нет еды, мы голодаем. Еда. Лава богам. Небольшое поселение прячется под укрытием скалы. Здесь живут несколько десятков человек. Дюжина крепких домов окружает две большие теплицы, построенные на горячих источниках. Нормально они тут обустроились. Это поселение оазец жизни. Черпающие силы в нескольких горячих источниках. Его обитатели пришли из поселения, которому помог пережить в югу другой город. После бури небольшая группа решила отколоться, взяв с собой немного семян и саженцев. После долгих злоключений они нашли это место. Здесь они построили теплицы, посадили семена, чтобы передать дар жизни. Они дали нам еды в знак доброй воли и готовы дать большего обмен на помощь с расширением поселения. Отлично, отлично. 37 еды, потрясающе. Потрясающе. Здесь живут люди. Так, у вас еда, ребятки, да? Да. Как ни крути, надо возвращаться домой. Сразу домой, вот так вот. Напрямик. У нас сейчас другие принесут еду. У нас сейчас опять похолодает. Это хреново, конечно. Мы нашли источник пищи, теперь нужно сформировать в транспортном депо стройотряд и отправить его в горячие ключи, чтобы построить там торговую базу. Чего? Отлично, они нашли поселение, готовы отправлять нам еду. Связь с другими поселениями. Чтобы связаться с другим поселением и наладить торговлю и сотрудничество, построите торговую базу. Для этого вам понадобится стройотряд. Новый вид отряда, который можно создать в транспортном депо. По прибытии в другое поселение строительная бригада сможет построить там торговую базу. Это позволит вам связываться с ними и организовать поставки. Впоследствии стройотряд может улучшить сообщения между вашим ванпостом и другими поселениями. Блин. Десять стали нужно. Пятьдесят стали нужно. Пятьдесят. Ёпта, 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 пятьдесят. Вот чё, народ. Чё так дорого? Хорошо, что у меня есть, но это дорого. Но этот отряд не нужен, нам нужна еда. Давайте отправим второй отряд горячие ключи, организуем торговлю. Конечно, отправим, конечно, организуем. Это дожди. Так, у нас сталь добывается или нет? Чё так долго? Так, построили, да? Туда, работать. Работаем до восьми. Да-да, ребята, это суровая правда жизни, не обижайтесь. Так, сталь есть. Делаем стройотряд. Вот все и люди наши ушли. Это печально, конечно, я надеялся на что-то более. Шестнадцать часов, погнали. Работаем. Голодающие первые появились. Печально. Ну чё, сейчас еду принесу, буквально подождите немножко. Ну как немножко, четырнадцать часов. Холодное жилище. Нет, я не могу, кстати, это сделать. Никак. Ну сейчас похолодает, никакие жилищ. Так, у нас люди голодают. Я думаю, может это долбануть. Нет, это ничего не даст. У нас девятнадцать человек, да? Туда ставим всех? Тут у нас максимум работают. Тут три из пяти. Наверное, добавлю одного. Так, кто у нас еще? Это наш второй отряд. Еду-лес, еду-сталь. Сталь сейчас нам принесут какое-то количество. Может двадцать четырехчасовую дать, но недовольство повысится, я боюсь. Ребята, сейчас еда будет. Мы сделаем вот так. И они с утра прям приступят к работе. Еду принесли, какую-то часть. Переговоры. Нужна древесина, спасибо. Уголь пока мы держим, правда падает показатель, но все равно древесина падает сильнее, потому что на изучение очень много отдаем. Главное, чтобы они не начали жрать сейчас сырую еду. Ребята, работаем. Сейчас будет мороз долбить в наши окна. Так, еду начали делать, но ее поглощают просто моментально. Ударил морозец. Врубаем печи. Так, разведчики пришли, хорошо. Разбитый дредноут, там могут быть материалы. Вот оно что, тут нам в лес, да? Значит, мы, наверное, на берег идем. А потом на дредноут. Вторая группа тоже у них еду несет. Блин, нам, конечно, надо выучить еще этот, да. Совместную добычу надо выучить. Иначе я так и буду переключаться туда-сюда, это очень неудобно. Нам вот это вот нужно. 50 древесин, но это очень дорого пока. Вот это выучим. Эффективность хоть и снизится. Эффективность возрастает. Вот это тоже надо. Горячие ключи. Так, и что нам тут надо делать? Как построить торговую базу? Есть. Что нам тут дают? Переговоры надо? Груз отсутствует. Что надо делать? Строи отряд на месте. Легкие сани изучены. А, теперь мы, наверное, можем вот здесь, да? Не понимаю. Немножко. Как нам законнектиться с ребятами? Вот переговоры, но я пока не могу с ними почему-то говорить. Может, какое-то время надо подождать или что? Так, с другими поселениями наладить торговлю. Для этого вам подойдет строй отряд. Построить базу, связываться с ними, организовать поставки ресурсов. То есть, надо ждать. Я построил базу, связаться я пока с ними не могу. Ага, люди радуются. Я просто слишком рано, надо было подождать, да? Люди радуются вести о договоре с горячими ключами. Нужно выполнить нашу часть соглашения на наших условиях. Теперь я, наверное, могу, да, с ними поговорить. Нет, не могу. Надо переключить было. Слава богу, я додумался. Я ж мудак. Я мог сидеть и ждать у моря погоды. А я додумался, что можно переключить. Я вот эту иконку не видела. Я просто, ну, короче, сообразил. Еда. Медицина. Промышленность. Готовое улучшение. Это надо что-то отстроить? Как мне с ними разговаривать-то, матерь божья? Ага, вот как. Я опять тороплю события. Горячие ключи. Приветствуем. Ваши люди отлично поработали. Торговая база уже готова. Теперь мы можем начать помогать друг другу. Высылаем вам излишки еды, излишки еды. Вы слышите, как звучит эта фраза? Излишки еды. У меня прям слюни текут. И можем выслать еще, если вы поможете нам с ресурсами для расширения поселения. Вы мне писали в комментариях, что надо помогать. И тогда все будет нормально. Будем также благодарны, если поможете улучшить дома и медицинское обслуживание. Угу. Так, открыть экран переговоров. Приветствуем вам пост. У нас проблемы, можете помочь. А как нам их про... А, нам надо все проапгрейдить, надо к ним отряды посылать, да? Ключей ухудшится. Древесина ухудшится. Сталь ухудшится. Нам нужна еда. Это много, но мы согласны. Надеемся, вы не оставите нас убеде. Спасибо, не оставим. Ну, я не собираюсь на самом деле их кидать как-то. Не понял, погоди. А, мы их просим, мы можем им отправить вот это. Но, ребят, потерпите пока. Я вам обязательно отправлю, но чуть позже, честно. Так, что там по еде? У нас тут несколько пайков еды летят к нам. Мы их ждем. Сейчас народ поест. И с голоду, я надеюсь, никто не помрет. Так, детишки работают. Уголь, конечно, улетает. Тут что такое? А, тут забито, да? Сделаем, да, вот так вот. Взрослые лучше добывают, поэтому... А тут эти кучи забиты, 500 угля, мы можем убрать... Отсюда вообще людей. Поставить... А, тут и так максимум. Тут тоже максимум. Да, куда можно ткнуть людей? Пункт добычи поставить, но нет, там и не мерзнуть будет, это не вариант. Лесопилка работает на полную. Нам нужна угольная шахта, нам нужно шахту строить. И нам нужно помочь нашим друзьям. Давай отправим. Народ, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Вот это надо отправлять туда отряды? Или не надо отправлять туда отряды, я не совсем понимаю. Или можно просто им давать еду? Хотя, вроде отряды, да? Впоследствии, стройотряд может улучшить сообщение между ванпостом и другим поселением. Улучшить, то есть нужно отряд делать. Все, понял. Только вот печально, что стройотряд, как я понимаю, теряется, или он возвращается потом обычными людьми ко мне на базу. Или я, допустим, делаю стройотряд, 10 человек теряю, и они потом безвозвратно уходят от меня, так что ли? Так, улучшение готово. Смешанная команда. Вот это ставим. Да. Да, будет дольше. Поставим 24-часовые смены, и будет все нормально. Звучит это, конечно, так легко об этом рассуждать, но это звучит просто дико. Мне нужна угольная шахта. Чтобы на нее туда людей перекинуть. 4 плюс 3 и 0,1 в час. Очень долго, правда. Очень долго. Ну ладно. Можно потом будет прогрейдить эффективность работы, и будет быстрее добывать, я думаю. Хотя, еще один вопрос для знающих. Смотрите, тут нарисовано только металл. То есть, это не роляет на ядра? Почему тут картинка только металла, или без разницы? Так, принесли еду и лес. Это очень хорошо. Ожидает. Ты пошел туда. Здесь у нас дорог нет. Тут у нас развалюха, да? Давай тогда, наверное, сюда, и потом сюда. 22 часа, 12. Ну так и будет. Погнали. Еда есть пока что. Это хорошо, а то у нас уже голод начинается. Это меня пугает. Надо еще этим котам из Нью-Лондона отправить. Так, логдей из Ова. Закончен, да? Рабочий день. Но не у всех, но не у всех. Поэтому, ребятки, извините, но надо. Ой-ой, как сильно. Без обид, народ, ну, на вас держится все поселение наше небольшое. Умужайтесь. Что еще могу сказать? Лесопилка заполнена. А это плохо. Это плохо. Склад надо, наверное, подкнуть. Все-таки откну склад под лес. Леса много не бывает. Мы всегда успеем его или сжечь в печах на уголе в дальнейшем. Просто склад очень дорого стоит. Ультрадорого. Что там с Лондоном? Благодарность за обнаружение нового поселения. Ах, суки, не трогайте новое поселение. И первый контакт с его представителем. Производимый имя провиант станет крайне своевременным подспорьем для обеспечения колонии. Все, они сейчас присосутся к поселению. Тем не менее, мы должны напомнить, что любые внешние контакты и обмен провизии следует производить через Нью-Лондон. Немедленно прекратить контакты с горячими ключами. Передайте нам полученные зап... Вы что, совсем что ли охренели, блядь? Полученные запасы пищи они у меня хотят забрать. Пошел в задницу. Ты что, пес? Хватит снов хозяев. Так, смотрите, флаг, флаг спускаем. Сволочи. Довольно. Народа довольна. Сэр, люди бунтуют. Они отказываются подчиняться приказу Нью-Лондона. Никаких господ. Скандирует толпа. Хватит с нас. Женщина в шахтерской робе размахивает киркой. Ублюдки! Кричит она. Они обращаются с нами как с грязью, используют наших детей. А теперь решили лишить нас последнего шанса выжить? Нет уж. Люди вытаскивают на улицу работников администрации, ванпосты и кричат, что выкинут их из поселения в чем есть. Следует ли нам вмешаться и позволить клеркам подготовиться к дороге? Ну, клерки, они же точно такие же люди, как и мы. Их тоже сюда отправили. Я не думаю, что они очень радовались, что их отправляют в эту задницу мира из теплого Нью-Лондона. Давайте искать людям отступить. Жесть, бунт поднимается. А я тут 24-часовые смены вырубил. И что, мы тебя не сможем отправлять, что ли? Нью-Лондон. Какое предательство! Ваш ванпост официально расформирован, а вас по возвращении отдадут под суд. У вас три недели, чтобы убедить нас, что вы остаетесь верноподданным Нью-Лондона. Потом вас приволокут назад в кандалах. И да смилуетесь и смилостивится Господь над вашими душами. Конец связи. Ах вы, суки. Клерки, клерки уходят. Ах вы, бляди, такие, а. Как у меня жопа горит с этого Нью-Лондона. А ведь я этот Нью-Лондон своими руками строил. Чтобы потом такие мрази там сидели. Так, Ветренный берег. Тут ничего нет, идем сюда. Вот разведчики наши охренеют, когда вернутся, да? Так, ну с Нью-Лондоном пока связи нет. Так что им теперь можно ничего не отправлять. Еду мы достаем через наших ребят. Так что, как говорится, идите нахер. Что еще у нас тут есть? Пока ждем. Нам надо недовольство очень сильно снизить. У нас ультра все плохо по недовольству. Надо убрать смену тут. Вот эту вот. Вот так. Сейчас будем смены снижать и тем самым убирать недовольство. Иначе меня тут с дерьмом съедят. Вот так вот. Вот тут не буду ничего убирать. Пусть работают. Мы уже юзанули. Ну, вроде все, да? Что еще? Помощь в морозных землях. Связь отрезана. Теперь пути назад нет. Даже если люди передумают насчет провозглашения независимости, теперь остается готовиться к встрече с карательной экспедицией из Нью-Лондона. Для этого нам нужно куда больше людей и ресурсов, чем у нас есть. Попробуем найти больше людей в морозных землях. Может, там еще есть поселение вроде Горячих Ключей. Кстати, не помешает попросить их о помощи. Я согласен. Найдите другие поселения. Дождитесь отведания Лондона. Попросите Горячих Ключей о помощи. Сейчас мы им сами поможем вот этой отправкой. Они порадуются, я надеюсь. И тем самым мы с ними закрешимся. Непростые времена. Было много грубых слов. Было много неоправданных поступков. Но прошлого не вернуть. Нужно сосредоточиться на исследованиях морозных земель. Может, там есть люди. Сами мы Нью-Лондону противостоять не сможем. Ну или можно просто дождаться их следующего хода. Не, мы, конечно, будем делать все возможное. Я не знаю, получится, не получится, но постараемся. Так, давай древесину. Так, еду нам принесли из ключей. И мы ключам тоже принесли. Шматье. Мы как с ними сейчас корешим? Низкая, твою мать. Ладно, ждем пока. Наверное, придется людей туда отправить. Это именно команду эту экспедиционную. Ну, пока благосклонность низкая. Давайте тогда отправлять туда людей. Может, Крерков к ним отправить? Пусть поработают. 50 и 50, давай. Тем самым мы апнем их, правильно? Я все правильно понимаю. Я не делаю сейчас ошибку тысячелетия. Надеюсь, нет. Им нужны там медицина, она сказала, еще что-то. Так, у нас люди болеют. Это, наверное, вот которые на морозе работают, да? В больницах-то места есть, чего-нибудь в больницу не ложатся. Или нет? А, нет. Сколько у меня больничек-то? Раз, два, три, четыре. Должно быть место у меня по 5 человек. 15 человек можно в больницу положить, а не удать на рабочих местах. Так, я надеюсь, сегодняшний день будет неплохим. Да-да-да, я тоже на это надеюсь. Ой-ой-ой, как мы по углю просили жестко, твою мать. Надо срочно эту шахту долбанную ставить. Иначе холод нас просто уничтожит. И на туда обогреватель будет ткнуть. Делаем так, убираем отсюда детей пока, ставим сюда взрослых. Потому что дети медленнее уголь собирают. Скоро потепление, но мы пока его не чувствуем. Так. Разбитый дредноут, стали, древесина. Но я так и думал, что там будет стали, древесина. Здесь только металлические обломки, вмершие в лед. Какая-то страшная, разрушила огромную металличку конструкции. Но мы находили этот дредноут в основной компании, я помню. Мы нашли табличку с гравировкой. Это название корабля Прометеи. Все, что осталось от дредноута, одного из основателей Деслаграда. В юго погребла его под такой толщей льда, что откопать его просто невозможно. Возможно, когда-нибудь наступит весна, и мы сможем добраться до корабля. 26.32, неплохо. Пойдем на Зеркальное озеро, и потом вернемся домой. Еще одну группу разведки можем? Нет, максимум. Не можем. Так, тут изучение надо. Изучение надо ковырять. Нам нужно уменьшенный этот взять. Или бараки проапгрейдить. Нет, наверное, потребление топлива сначала. Потому что у нас уголь очень сильно улетает на обогревателях. Там будет буквально сутки теплой погоды, потом опять мороз. Ну, не такой сильный. Два и один. Нормально. Я думаю, с дюжин. Что такое? Кто-то когда-то пришел? Что происходит? А, клерки ушли. Администрация Ванпосты. Нью Лондон больше нас не контролирует. Многие люди говорят, что впервые чувствуют себя свободными. Конечно, мы потеряли их поддержку, но зато мы независимы. Теперь не нужно спрашивать у них разрешения, чтобы сварить суп. Мы можем принимать собственные законы и решения. Появилась петиция о переименовании нашего поселения, раз мы больше не Ванпост. Стоит попробовать. Блин, это опасная игра, ребята. Я просто помню фразу «Карательный отряд» из Нью Лондона. И у меня что-то немножко вздрагивает. Может, пока не надо так спешить? Может, Нью Лондон сейчас одумается, поймет, что без нас они не могут? Ничего. Пока давайте подождем. Успеем всегда. Дров наломать всегда успеем. Так, что по дереву? Дерево почти сдолбили, потом надо будет вот тут приступать. А, у меня еще улучшенные обогреватели включены, твою мать. А я думаю, что у меня так жрет? Вот я тюлень. Они же автоматом включаются. А что меньше ест? А, нет, ну если я выключу обогреватели, то я их выключу совсем. Выжившие. Когда-то здесь здание было сильно порождено, но теперь его починят в поиск защиты от холода ветра. Блин, мне сейчас выжившие... Да не, нужны, конечно. А кто там? Зовите нас надеждой. На наш стук отвечают вооруженные люди. Но они опускают оружие, когда мы говорим, что пришли с миром. Вскоре мы уясняем, что мы их последняя надежда. Они изнудены, голодны и больны. Их запасы на исходе. Мы узнаем, что предыдущих обитателей убили дикие звери. Потому что они их убили. 22 и 11. Делаем опять так же. Пускай они идут сами, а мы идем в пещеру. Сколько дойдет, столько дойдет. Это, как говорится, жизнь. Выживает сильнейшая, увы. У нас самих проблем выше крыши, начиная с того, что у нас угля нет ни хера. И почему-то тут никто не работает. Так, делаем по-другому тогда. Здесь убираем. А тут дети у нас работают. Почему никто не строит? 10 человек свободные же. А это все 10 детей, я понял. Поэтому никто и не строит. Так, обогрев. Фабрика нет. Добыча угля. Да, наверное. Вот это вот тоже надо. Нам нужны бараки. Нам нужны бараки, иначе люди у нас просто замерзнут, когда холод начнется. Мы можем свои законы делать теперь. Серьезно? Но я могу подождать, да, как бы? Подождите, давайте подождем немножко. Так, они на горячих ключах. И... Блин, а как нам их прокачивать-то? Я не понимаю. Как это работает? Я просто так отряд создал, но я вроде бы сформировать его могу, но ресурсы-то мне никто за это не даст, которые я потратила. Ресурсов, извините меня, этот отряд стоил до херовой тучи. 50 и 50. Как мне вот это вот дело прокачивать? Готовы улучшения? Блядь. Я случайно нажал. Вот честно, случайно. Сука, да что ж такое-то? Ладно, секунду. Давай попросим о помощи. Хотя теперь мы тогда... Получается, мы сейчас против Ки-Лондона восстанем. Может, пока не стоит? Блин, нажал еще и ресурсы им отправить. Придурок. Может, сейчас я попрошу о помощи, и тогда они попросят нас о помощи прогрейдить? Все это делают. Так это работает, что ли? Не знаю. Просто целый отряд простаивает, я не знаю, что мне делать, как мне прокачать всю эту херню. Секунду, я могу их отправить тоже на разведку? Серьезно? Нет, разведчиков. Да, конечно, не разведчики, это строй отряд. Ладно, давайте просить о помощи. Я просто не могу смотреть, как у меня простаивают люди тут. Нам нужна помощь в борьбе. Жаль слышать, что из-за нас вы вступили в конфликт с Нью-Лондоном. Если вы нам поможете позднее, мы поддержим вас в борьбе. Будем благодарны, если поможете организовать базовую медицинскую помощь и построить бараки. Нам не хватает людей и ресурсов, чтобы справиться самим. Так, вот, мы подумаем. Чем мы можем вам помочь? Вот, вот она. На трофичке не хватает базовых построек. Медицинская помощь. Если вы можете улучшить медицинскую помощь, отправьте людей на помощь. Нам не хватает людей и ресурсов, чтобы справиться самим. Не надо было отряд создавать. Отряд надо создавать для следующей точки. Вот я, дебил, блядь. Ладно, идите обратно, ребята. Вы нам пока там нужны. Тем более пятерых из вас мы сейчас отправим. А помочь мы можем вот отсюда, да. 30 и 30. 30, 50 и 1. 5 рабочих. Сейчас люди живут в ужасных условиях. Некоторые в пещерах. Некоторые в наспех сколоченных убежищах. 30 провианта за это они нам пришлют. 30 провианта. Если мы им все это сделаем, то они помогут нам в борьбе с Нью-Лондоном. Да, в дальнейшем. Давай больнички мы получим. Получим, починим. Да, вот у нас развитие поселения. Теперь понятно. Не надо было отряд туда отправлять. Но я не знал. Я просто не знал, как это работает до конца. Я, пожалуй, у них помощь, лес попрошу. Это смешно, на самом деле. Я могу попросить у них сталь, чтобы потом помочь им со сталью. Отправить им эту сталь. Это действительно как-то смешно выглядит. Ну ладно, это условности. Что нам нужно для помощи им еще? Сталь, 5 рабочих, да? Я бы сейчас сталь, наверное, запросил. Как раз. И потом им отправлю. Остатки себе какие-нибудь возьму. Плюс у нас благосковость. И с ними средние. Почему бы и нет. Сталь, нам нужно сталь. Это много, но мы согласны. Так, мы не оставим вас в беременном. Помогаем, ребят. Мы вам эту сталь потом и отправим. Не переживайте. Так, тут. Доступно два. Надо детишек возвращать на уголь. Вот так вот. Сейчас будет тепло. Отлично. Мы как раз в этот теплый момент угля доковыряем. Чтоб у нас был уголь какой-никакой. А то у нас сейчас все вырубится нахрен. Да, недовольство растет. Люди мерзнут. Больные на улице, блядь. Надо быстрее что-то с этим делать. Еще и пайки, древесина, ледяные пещеры. В пещерах мы нашли замерзшие трупы, разодранные хищниками. Рядом стояли ящики с документами, описанием какого-то непонятного научного исследования. Следов зверей мы не нашли. Больше ничего интересного нет. Развальные станции. Пойдем. Себя все вырубится нахрен. Так, отлично потеплело. На два пункта причем. Можем вырубать. Тут так тепло. С угля накопим. Ждем новых людей, нам они нужны. Нам нужно в шахту закинуть народ. Бараки нужны. Груст на месте, горячие ключи. Отлично. Никакого благодарственного письма не будет. Есть, бадовые постройки есть. Остальное пока не можем вам обеспечить. Бараки, нам надо бараки будет перестраивать. Скоро долбанет холод, потом еще один холод. Так, исследование. Нужна термоизоляция больницы. А то у нас температура падает, и мы просто летим в тартарары. Нужна также улучшенная добыча угля. Давай сначала больнички. Тяжелобольных я никак не верну потом. Все-таки можно законы, я думаю, принимать. Не надо тянуть. Так, улучшение поселения. Вас просили помочь в развитии чужого поселения. Для этого соберите необходимые материалы и организуйте поставку с помощью администрации. Аванпост или на панели поселения. Это не просто жест доброй воли. Поселение отплатит вам поставками собственных ресурсов. Улучшения группируются по уровням. В первую очередь поселения будут просить о необходимых улучшениях. Когда вы удовлетворите их базовые потребности, станут доступны более продвинутые улучшения. Есть ли три типа улучшений для еды, для промышленности, для жилья и здравоохранения? У разных поселений разные нужды. Отправив улучшения, вы можете вызвать события, которые потребуют от вас принятия решения. Ага, ясно-понятно. Я что-то хотел сейчас сделать и отвлекся. Законы я хотел принять. Так, закон принят, чрезвычайная смена. Это вот то, что принимали до нас. Точнее, за нас. Продленная смена. Детский труд, любые работы. Кладбище. Похоронная церемония. Нет. Тут у нас что? Суп, пищевые добавки. Бойцовская арена. Можно будет, но потом, наверное. Радикальное лечение. Я бы вот сделал, конечно, радикальное лечение. Правда, калеки будут. Но радикальное лечение я постоянно беру. Оно очень показывает себя неплохо. Давай, наверное, на арену. Порадуем людей. Где у нас жилые дома сконцентрированные? Я их раскидал, размазал по всей этой. Где они у нас? Я думаю, вот тут мы лесопилку потом снесем. Или вот здесь поставить. Наверное, здесь. И потом вокруг просто буду ставить дома. Можно вот таким космоном. Но вот тут тратится. Но тут я могу дома ткнуть. Раз, два, три, четыре, пять домов. А тут четыре, да? Здесь никуда ее не ткнешь. Только если здесь. Давай, наверное, вот тут. А по кругу будем дома вокруг нее. Вот тут вот. Хотя тут негде. Один можем тут поставить, два еще тут. Вот тут можно будет вместо лесопилки дома оставить. Давай здесь. Так, люди пришли, да? Да, люди пришли. И можно, я думаю, расформировать этот отряд. А, не, он нам все равно даст. Отлично, все ресурсы возвращаются. Распускаем отряд. Лутаем ресурсы. Там счет недовольство увеличилось. Какой-то, видать, больной там был в этом отряде. Лутаем ресурсы. И, наверное, сразу их отправим. Ядро им еще нужно, да? Нет, давай, наверное, вот это сделаем. Помощь. Промышленность. Пять человек, чтобы сразу их отрезать. И не рассчитывать на эти пять человек. И опять же запросим у них сталь. Вот таким образом. Так, зеркальное озеро. Мы уже встречали в морозных землях теплые источники. Но в этот раз мы ошиблись. Солнечный свет отражает от ледяной поверхности. Невероятные люди создают перепад температур. Здесь нечего искать. Колония жертв. Обнажено место. А что они там несут? 26 стали, 32 дерева. Ну ладно, давай в колонию жертв. Старая колония из Ганникова Статлограда. Ну да, что-то такое я помню. Сталь, сталь. Сейчас еще придет. Хорошо. Сейчас придут люди. Там еще будут инженеры. Можно еще одну мастерскую будет ставить. Ладно, народ. Давайте, наверное, заканчивать на сегодня. Я ничего не хочу говорить. Ничего не хочу говорить. Все, мне кажется, еще очень плохо. Сейчас морозы еще будут долбить с углем. У нас жуткая напряженка. Нам нужно больше угля. И... А больше я не могу, да, шахту нигде ткнуть. Это только одна тема. Но можно ее грейдить будет потом. Так вот. Нью Лондон совсем охренел. Как он прознал, что мы нашли источник добычи еды. Вот эти горячие ключи, эту деревню. Они потребовали, чтобы всю еду, которую мы оттуда получаем, передавали им. Люди взбунтовались. Сняли флаг Нью Лондона. Повесили свой. Ну-ка, можем мы его чекнуть? Только можем. Ну вот так вот. Поближе я, к сожалению, не могу его показать. Или могу? Нет, наверное, не могу. Ну, короче, вот он. Мы уже не Нью Лондон. К нему мы не относимся. На что Нью Лондон незамедлительно среагировал. Назвал нас колонией, которая не относится к городу, как-то так. И сказал, что по прибытии в Нью Лондон нас ждет суд. И нам стоит бояться карательного отряда. Мы вышвырнули клерков, но, но, но... Проявили к ним благосклонность, потому что клерки, это такие же люди, как и мы. Я не думаю, что они хотели сюда идти. Их сюда прислали. Позволили им собраться и отправили их обратно в Нью Лондон. Теперь помогаем активно горячим ключам. Два грейда уже у них сделали. Точнее, один сделали, другой в пути. Потому что это наши основные поставщики еды. А без еды тут, как говорится, долго не протянешь. Также активно разведуем карту разведчиками. Прокачали разведку. Надо будет еще вот сюда, на перевал. Вот тут, наверное, еще поселение где-нибудь есть. Сгонять. Посмотрим, как это работает. И что там найдем. Нью Лондон пока молчит. Но у нас есть задание. Дождитесь ответа от Нью Лондона. Посмотрим. Может они приползут к нам, хотя вряд ли. Падут в ноги и скажут, давайте нам ядра. Мы же им ядра поставляли. А это очень ценный ресурс. Не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим. Пока так. С голодом справились. Слава богу. Но поголодать пришлось какое-то время. Построили шахту. Сейчас уголь улетает. Потому что морозы долбанули. Мы врубили обогреватели, врубили печи. И уголь улетел просто по щелчку пальцев. Также с лесом небольшие проблемы. Но все это мы можем заказать. Плюс лесопилка стоит. Сейчас она доковыряет. У нас еще, я не знаю, можно там строить. Нет, туда уже не пройдешь. У нас еще вот лес. А это как минимум, я думаю, тут пять сотен. Может даже больше. Поставим тут, потом тут, тут, тут. Чтоб ничего не тратить. И будем ждать ответа от Нилондона. Потихоньку разведая карту, ища другие поселения. И возможно, соберем людей. И дадим бой городу, который мы построили. Как-то так. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии. Пишите советы. Потому что, как видите, тупники у меня возникают. Как я отряд туда этот стройотряд посылал. Думал, что как-то надо проапгрейдить. Оказывается, нет. Потом еще такой вопрос. Я этим стройотрядом, как я понял, мог разведывать территории. Можно ли это делать или нет? Просто я могу создать стройотряд. И лазить по территориям, как разведчиками. Работает это так или не работает? Или надо там грейдить, чтобы новый отряд разведчиков собирать? Короче, пишите комментарии. Я все читаю. И на все отвечаю. И крайне вам благодарен за активность. Также ставьте лайки. Помогает продвижению. И привлекает новых зрителей. Подписывайтесь на контакт. Рудук. Там я выкладываю все то же самое. Плюс твич, вк-плей. Туда идут рестрибы с ютуба. Если вам интересны стримы. Анонсы выходят в группе вконтакте. В сообществе на ютубе. И в дискорде. Ссылка на дискорд в описании. Залетайте. Там вы можете пообщаться с остальными зрителями. Задать вопросы мне, если таковые имеются. И предложить свою игру на прохождении или стрим. Там у нас довольно веселая атмосфера. Так что добро пожаловать в дискорд. Ссылка в описании. На этом на сегодня все. Всем еще раз спасибо. Но самое главное помните. С какой бы любовью вы не отстраивали New London в первой кампании. Как бы вы не пытались сберечь всех этих людей. Не удивляйтесь, когда вас просто будут использовать и вытирать об вас ноги. Это жизнь. Всем спасибо. Всем счастливо. Продолжение следует.